Труд облагораживает человека потому, что здесь сбываются мечты. Весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, могу весь мир я обойти. Если бы не было компании Арифлейм, мы бы даже не подозревали о том, что слово «мечта» может вызывать нервные конвульсии. Меня зовут Анатолий Ефремович. Фамилия моя Новосельцев. Живу я только на зарплату, то есть от мечты до мечты. А это Ольга Петровна Рыжова. Оля – мой самый лучший друг. Мы подружились давно еще в институте. Больше всего я люблю в ней то, что она оптимистка. А земной шар, как известно, вертит именно оптимист. Михаил Суворов. Местный завхоз. Любит все красивое и чтобы поострее. Очень любя вини. Это Верочка. Она любопытна, как все женщины. И женственна, как все секретарши. А клад у нее секретарский, а туалеты сплошь заграничные. Из Швеции. Да, нашла подход. И правильно им пользуется. Людмила Прокофьевна Калугина. Директор нашей компании. Она знает дело, которым руководить. Такое, к сожалению, тоже бывает. Людмила Прокофьевна приходит на службу одной из первых, а уходит позже всех. Из чего понятно, что она, увы, не замужем. Мы называем ее нашим им. За глаза, конечно. Ведь она единственный директор косметической компании, которая забывает пользоваться косметикой. А это Шура. Симпатичная, но, к сожалению, слишком активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу, и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Шурочка, у меня нет денег. Все отдал детям на завтраки. Так, Новосельцев, без разговорщиков. Сдаем по 500 рублей. За что на этот раз? Миша Суворову чуток не хватает на новую бригаду строителей. Не, ну, Миша Суворов — это святое. Для Миши ничего не жалко. Толя, за тебя сдать? Да я найду. Толь, ты совсем на нуле? Да нет, понимаешь, но дети уже заказали подарки на Новый год, а я в расходах в одних. Вот если бы меня назначили главным бухгалтером... А что, я бы тебя назначила. Оля. А что, Оля, ты хороший работник, у тебя отличный опыт. Сходи к Мэмри, поговори с ней. Пусть знает, какие кадры пропадают. Оль, я не могу. Господи, надо пойти обязательно. Оль, это невозможно. Толя. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это Людмила Прокофьевна у себя? Между прочим, ты сегодня жарил яичницу на моей сковородке для блинов и не помыл ее после себя. Какую тушу вы пользуетесь? Это же старая модель. Начало обнадеживающее. Продолжайте. Позвольте представиться. Юрий Григорьевич Самохвальский. Новый зам Людмилы Прокофьевны. Перезвоню. Простите, пожалуйста, я приняла вас за посетителя. Верочка. Так Людмила Прокофьевна у себя? Да, конечно. Пожалуйста, проходите. Вам по коридору прямо налево до конца. Если заблудитесь, зовите. Благодарю. Кто это был? Новый зам Калугиной. А я смотрю, ты время зря не теряешь. Любезничаешь с новым замом. И вам здравствуйте, Михаил Александрович. Что ты такая довольная? Успокойся. Он не в моем вкусе. Доброе утро, Людмила Прокофьевна. Вот я прибыл. Юрий Григорьевич Самохвальский. Присаживайтесь, Юрий Григорьевич. Не стесняйтесь. Разрешите вручить вам презент из Швеции. Верочка, позовите Новосельцева ко мне. Новосельцев? А какой это Новосельцев? Никакой. Вялый, безнициативный работник. У нас, к сожалению, таких много. А как у вас в Швеции с этим? Наоборот. Много бодрых и активных. Здравствуйте, Людмила Прокофьевна. Здравствуйте. Вызывали? Проходите, присаживайтесь, товарищ Новосельцев. А вас, Ржов, я не вызывала. А я Толю поддержать, Людмила Прокофьевна. Юра? Оля, Толя. Юрка, это ты. Ничего себе встреча, ты тоже в Арифлейм? Это я его привела. Товарищ, а что происходит? Как здесь оказался? Да вот шведы прислали к вам. Юрий Григорьевич. Я теперь новый заместитель Людмилы Прокофьевны. Зам, это хорошо. Людмила Прокофьевна, мы вместе с Олей и Толей на одном курсе учились. Товарищ Новосельцев, это ваш отчет? Мой. Делом нужно либо заниматься серьезно, либо не заниматься им вообще. У нас конец месяца на носу, а у вас отчет по начислению бонусов не готов. Арифлейм, это наука о красоте. А красота, как известно, спасет мир. Кто это сказал? Писателя один. Как фамилия? Новосельцев. Да не ваша! Писателя! Не помню. Людмила Прокофьевна. В том-то и дело, что не помните, товарищ Новосельцев. Господи, ладно, идите работайте, я пойду убедать. Верочка, покажите, пожалуйста, Юрию Григорьевичу его кабинет. Это не директор, а мембра какая-то. Слушай, Юра, как хорошо, что тебя назначили заместителем. Помоги Толе. Перестань. У нас тут место освободилось главного бухгалтера. И Толе самая лучшая кандидатура. Хватит. Ну что хватит? Он умен, он все знает. И потом, у него двое детей на шее. А кто у тебя жена? Ой, да нет у него никакой жены. Это особо его бросило, оставив ему двоих детей. Ну, детей я сам забрал. Толя, у меня идея. Подходишь, ненавязчиво угощаешь и расспрашиваешь о том, какими качествами должен обладать главный бухгалтер. И тут же находишь все эти качества у себя. Юр, ну это как-то пошло. Ничего не пошло, Юра говорит верно. Толя, перестань ломаться, у тебя дети. И потом, скоро Новый год, им подарки нужно покупать. Что, Юра, у вас ко мне какое-то дело? Людмила Прокофьевна, у нас ЧП. ЧП? Да. Верочка с Суворовым крутит роман и устраивает разборки прямо на рабочем месте. Откуда вам это известно? Да, я сама подслушала. Шура. Да? Если мне память не изменяет, вы у нас в бухгалтерии числитесь. По-моему, да. Вы это хорошо помните? Да, по-моему. Так вот, было бы прекрасно, если бы иногда, время от времени, занимались не только общественными делами, но и своими прямыми обязанностями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не пью, товарищ Новосельцев. Тем более в рабочее время. Не, ну это правильно. На самом деле я тоже не пью вину. Тогда зачем его принесли? Ну это моя ошибка. Да, и не единственная. А вы любите собирать грибы, Людмила Прокофьевна? Что? Грибы, грибы собирать. Там эти, подберезовики, подосиновики, под опята. Я смотрю, вы крупный специалист по грибам, товарищ Новосельцев. Анатолий Ефремович меня зовут. Я запомню. Это все? Да. То есть нет. Можете идти, Новосельцев. Спасибо. Я могу идти, да? Да. Спасибо. Мы ведь с вами уже попрощались, товарищ Новосельцев. Людмила Прокофьевна, вот скажите, а вам не скучно сидеть одной в одиночестве? Нет. Я уже привыкла есть в одиночестве. То есть я могу уйти? Не, ну почему? Присаживайтесь, вы мне не мешаете. Давайте с вами выпьем. Мы с вами уже договорились, товарищ Новосельцев, что я не пью. А, да. Что-то с памятью моей стало. Сидим, как глухонемые какие-то. Как будто нам поговорить не о чем. Давайте побеседуем о чем-нибудь. Вот, как я понял, грибы вас мало интересуют. Правильно понял. А ягоды? В виде варенья только. А музыка? Как вы к ней относитесь? Уважительно. А давайте я вам спою. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? Остановитесь. Что, плохо? Вы поете отвратительно. А танцы вас не увлекают, Людмила Прокофьевна? Я надеюсь, вы не собираетесь здесь танцевать. А почему бы и нет? Может быть, заганочку? Эх, раз и еще раз, и еще много-много раз. Покажите, паясничек новосельцев! Вам не нравится, как я танцую. Не нравится, как я пою. Потому что вы сухарь. Вы черствая. У вас нет ничего человеческого. Что? У вас нет сердца. Потому что у вас одна работа в голове. Вы все сказали. Вы можете меня уволить после этого. Но я очень рад, что я сказал все это вам прямо в лицо. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok А он что? Что подарил? Хеллоу? Как говорится? Здорово, была. Господи, ну что-то немело-то. Ты же первый раз видишь Деда Мороза и внученьку. Точно. Барышня, менеджмент Арифлейм. Где-то здесь сидит, наверное, да? Я же говорю, внимание, сейчас включились. Боссы компании Арифлейм. Ну, фирмы, я бы сказал. Ага. А вам кого? Сашу зови. Мы тут уже два часа перед консультантами. Танцульки, так сказать, вытанцовываем. А денег-то так и не видели. Насчет внимания. Смотри, Сашу. Он, судя по всему, корпоративами занимается. Ну что ж, господа артисты, вы, пожалуйста, вот там кофейку вот там попейте, а я сейчас попробую решить ваш вопрос. С удовольствием. Только ты это, Ифа, смотри, там побыстрее. Времени у нас мало, у нас еще два офиша впереди. Живенько, живенько и все. У нас лошадиная сила. Да. И это Зева. Побольше вашего, кстати, платят и бонусы продуктам дают. А, кстати, а, смотри-ка, хрень какая. Ну, я поиграю, на выходе отдам. Не, ну, правда отдам, ну что ты. Что там уже прихонырила, слышишь? Ну, ты даешься. Прости, господи, а, слышишь? Я только что видела тебя в WhatsApp. Опять переписываешься с этой из маркетинга? Да это я тебя проверяю. Работаешь или с замом заигрываешь? Ну, а что меня проверять? Я всегда работаю, даже если в WhatsApp сижу. Написал бы вам что-нибудь приятное. Здравствуйте, Людмила Прокофьевна. Вызывали? Проходите, Анатолий Ефремович. Вы меня, наверное, хотите уволить. Простите, но меня вчера какая-то муха укусила. Садитесь, товарищ новосельцев. Лучше умереть стоя. Представьте паясничать новосельцев. Присаживайтесь. Вчера вы... Сидеть. Вчера вы меня оскорбили. Оскорбил. Все, что вы сказали, возмутительная ложь. Возмутительная. Вы назвали меня черствой. Нет, Людмила Прокофьевна. Мягкая. Бессердечная. Сердечная. Бесчеловечная. Человечная. Сухой. Мокрая. Перестаньте, наконец, надо мной издеваться. Ради бога, простите. Мягкой. Да, я раскритиковала ваш отчет. И имею на это полное право. Я ищу ваш директор. Мы вас очень любим. Мы любим вас до глубины души. Где-то очень глубоко. Ну что же вы врете? Ну что вы, Людмила Прокофьевна. Вы когда вызываете нас к себе в кабинет, мы идем ведь как на праздник. Возмутительно. Вы что, плачете? Людмила Прокофьевна, ну не плачьте, пожалуйста. Вам по должности не положено. Не ваше дело. Не вам решать, что мне положено, а что нет. На это есть вышестоящие инстанции. Шведы? Алло, Вова, что случилось? Какая краска! Зачем вы полезли на балкон? Ложитесь спать. Оставьте эту краску. Не звони мне больше сюда. Приеду, убью обоих. У вас дети? Да. Мальчик и мальчик. Как это прекрасно. Людмила Прокофьевна, я хочу вам признаться. В чем? Вчера во время нашей ссоры вы были очень эффектны, даже когда злитесь. А, ну что вы. Да, вы эффектная и красивая женщина. А я что? Я рядовой сотрудник, с рядовой зарплатой и, в общем, сомнительной внешностью. Ну что вы, Анатолий Ефремович, вы прекрасный человек и очень хороший отец. Ну, я боюсь вас. Ну, почему? Не знаю. Вот сижу перед вами, а внутри все дрожит как будто. Как обидно. И вообще, о чем я размечтался? У меня дети, мальчик и мальчик. Вы счастливый. И вы очень даже симпатичный. А я, наоборот, я... Зачем я вам? Людмила Прокофьевна, зачем вы на себя иногда говариваете? Я вся в работе. Я старый холостяк. Привыкла командовать. Вспыльчиво. И могу испортить жизнь любому, даже очень симпатичному человеку. Дороже вас у меня уже целый день никого нет. Вы тоже стали мне очень дороги за этот день. И я думала о вас вчера вечером даже чаще, чем это позволитель. Но это не значит, что я готова начать встречаться с вами вот так. С бухты-барахты. Подождите, подождите. Людмила Прокофьевна, я не понял. Вы мне отказываете? Нет. Да. Вы согласны? Я не знаю. А что же нам теперь делать? Может, шампанского? Прекрасная мысль, Анатолий Ефремович. Людмила Прокофьевна. А может, у елки? Хорошее предложение. Тогда бегите. Куда? В магазин. А-а-а. Я слышала, ты отдел рекламы к себе поближе пересадил? Ну, Вера. А что, девочки из бухгалтерии не обиделись? Верочка, ну хочешь, я себя поближе к тебе пересажу? Верочка, ну тебя? Ныряй. Мымра идет. Добрый вечер, Людмила Прокофьевна. Добрый вечер, Верочка. Верочка, мне нужно с вами поговорить. О чем? А-а-а, я бы даже сказала проконсультироваться. Ну, о топах я знаю все, спрашивайте. Да, ну тут не про топов, спасибо. Подскажите, а что в этом году принято носить? А вам это зачем? Ой, простите, Людмила Прокофьевна. Да, ничего, ничего. У меня родственница приезжает из Омска на новогодние праздники. Вот она и... Ну, все понятно. Начнем с обуви. Именно обувь делает женщину женщина. Да разве? Ботильоны сейчас принято носить на высоком каблуке с перепонкой. У вашей родственницы ноги как? Красивые? Ну, ноги как ноги, средние такие. Ну, в общем, понятно, Людмила Прокофьевна. Неудачные ноги надо прятать. А куда? Подальше. Давайте лучше я вам все покажу. Верочка. Так как я являюсь лицом компании, то у меня здесь есть наряды на все случаи жизни. Это для консультантов. Это для лидеров. Ну, а это для топ-15. А, интересно, а мне что-нибудь здесь может подойти? А у вас случай какой? Ну, бриллиантовая конференция. Угу. Нет. 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 Вот. Это. Ой, Верочка, а вы уверены? Именно это. Спасибо, Верочка. Фу! Пронесло. Вылезай, Ромео. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...